Валерий Седов Валерий Седов Курсанты Академии ВСИН уверенно шагают сквозь пелену дыма, как когда-то шли к великой победе их предки. Владислав Афанасьев учится на третьем курсе юридического факультета. У него на войне погибли оба прадеда, остальные ковали победу в тылу. Для его семьи этот праздник – День памяти. Владислав надел форму того времени. На мне форма майора рабоче-крестьянской Красной Армии образца 1943 года. Форму мы данную приобрели на пошив специальный, с точно такой же тканью, которая сохранилась из складов именно с 1943 года. То есть данная форма абсолютно идентичная и, так сказать, натурально в прошедшем время. Ученики 10-й школы постоянно принимают участие в подобных мероприятиях. На этот раз они воссоздали образ учеников блокадного Ленинграда. Вообще реконструкция в этом году посвящена именно детям, пережившим войну и блокаду. Это дневник Савичева Татьяны. Я буду рассказывать, что она писала про своих родных. Что она писала? Покинули плату. Когда кто умер? Краюха хлеба, которая спасала от голодной смерти весы, станки, винтовка Мосина, пистолет ТТ. Все это стало символом подвига всего народа. На плацу Академии были слышны взрывы, выстрелы во время импровизированного боя. Наши, конечно, победили. Также победил в далеком 45-м ветеран Герман Грибакин. Он признается, ему приятно, что молодое поколение помнит события тех лет. Основная память не для памяти должна, а именно передать вот это чувство победы, чувство гордости на нашу страну. За 9 мая вот эта задача ветеранов, чтобы они испытали, вдохновились, как мы вдохновлялись своими предками. Так они должны нами вдохновляться, что мы пережили, добились. Реконструкция проходит в Академии ВСИН в четвертый раз. Зрители уже увидели подвиг матросов, подвиг панфиловцев и военных разведчиков. А в этом году главными героями стали дети, которые так же, как и взрослые, жили надеждой на победу. Это наш самый святой праздник. И, конечно же, мы в учебном заведении, вместе с комитетом ветеранов, вместе с ветеранами всех, фактически всех правоохранительных органов Рязанской области, пытаемся отдать дань памяти нашим прадедам, дедам и отцам, которые отдали свою жизнь, чтобы мы жили, учились, создавали под мирным голубым небом. Курсанты показали собравшимся, как проходили будни советского солдата, когда не было боев. Костер, котелок и душевный разговор. Среди зрителей были ветераны Великой Отечественной войны. В то время, как звучала песня «День Победы», они встали и почтили память всех, кто отдал жизни ради этой победы. Мария Рудаем, Олег Парамзин, телекомпания «Город». На улице светит яркое солнце, а столбик термометра не опускается ниже отметки в 20 градусов. В городе запустили все фонтаны, и некоторые рязанцы уже успели искупаться в них. Однако, даже если погода устоялась хорошая, эксперты все равно не рекомендуют отдыхать на открытых водоемах. Ведь такое купание может закончиться трагедией. В Рязани уже есть жертвы еще не начавшегося купального сезона. В минувший понедельник, 30 апреля, группа детей отправилась на прогулку. Ребята, не старше 10 лет, проходя мимо речки Плетенки, решили искупаться. Оно и понятно, столбик термометра днем не опускался ниже отметки в 20 градусов. В какой-то момент один из ребят, 8-летний мальчик, начал тонуть. На помощь пришла группа отдыхающих. Они вытащили ребенка из воды и попытались оказать доврачебную помощь. К сожалению, мальчик скончался. Сейчас Московским межрайонным следственным отделом города Рязань, Следственного управления Следственного комитета России Рязанской области, по данному факту проводится доследственная проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства гибели ребенка. По результатам доследственной проверки будет принято законно обоснованное процессуальное решение. Сказать с уверенностью, что это единственный случай, когда подростки решили искупаться раньше времени, нельзя. Сергей Курицын, тренер по плаванию в бассейне «Аквамет». Он уверяет, что сейчас заходить в воду опасно. Хоть сейчас светит солнце и хорошая погода, на улице тепло, но в воду заходить не рекомендуется, потому что вода сейчас не прогрета, она холодная. Это очень опасно. Может привести к переохлаждению организма, к судорогам. Если же человек начал тонуть на ваших глазах, то нужно помочь. Правда, по словам Сергея Курицына, необходимо учесть много аспектов. Обязанность каждого человека помочь пострадавшим. Хотя зачастую человек, который старается помочь в такой ситуации, бывает сам жертвой. Особенно, если человек этот не обученный. Первым делом нужно позвонить по телефону 112. Затем следует оценить обстановку. Если свидетель происшествия хорошо подготовлен и ему не угрожает опасность, то тогда стоит попытаться спасти утопающего. И до приезда бригады скорой помощи оказать первую помощь. Однако, лучше подобных ситуаций избегать. Достаточно дождаться купального сезона и сходить на специально подготовленный пляж, где прогретая вода, много людей и всегда дежурит спасатель. Валерий Седов, Станислав Кудряшов. Телекомпания. Город. В Рязани вновь пройдет международный авиадартс. Во второй декаде августа на полигоне в Дубровичах. Ранее, 23 мая, там пройдет всероссийский этап соревнований военных летчиков. Авиадартс уже проходил в Рязани в 2015 и 2016 годах. В нем приняли участие свыше 50 летных экипажей из четырех стран. России, Казахстана, Белоруссии и Китая. На полигоне в Дубровичах летчики вновь продемонстрируют свое мастерство в воздушной разведке, технике пилотирования и боевом применении по наземным целям. На предстоящем авиадарте зрители смогут не только поддержать участников соревнований, но и осмотреть образцы военной техники. Все желающие смогут понаблюдать за выступлениями и соревнованиями совершенно бесплатно. На официальном портале правовой информации появился указ президента России Владимира Путина от 3 мая номер 183 об освобождении от должности и назначении на должность в некоторых федеральных государственных органах. Глава государства освободил от занимаемой должности сотрудников правоохранительных органов из Мурманска, Тулы, Перми и Удмуртии. Коснулся указ и нашего региона. Начальник Рязанского управления Следственного комитета, генерал-майор юстиции Владимир Махлейт, отправлен в отставку. Кадровые изменения произошли и в УМВД. Так, начальником управления Министерства внутренних дел России Рязанской области стал Сергей Лебедев, который ранее занимал должность временно исполняющего обязанности руководителя регионального управления ведомства. В Рязанском радиотехническом университете прошел первый конкурс технического творчества КПД, приуроченный к 95-летию со дня рождения конструктора ракетно-космической техники академика Владимира Уткина. Больше месяца его участники работали над своими проектами. И вот 3 мая в конференц-зале бизнес-инкубатора РГРТУ они представили конечный итог своих разработок на суд компетентного жюри. Рязанский радиотехнический университет – один из крупнейших технических вузов региона, в котором активно ведется не только научная работа, но и творческая. Однако конкурсы, до сих пор проводимые в университете, касались по большей части артистических талантов студентов. Теперь же руководство вуза положило начало проведению первого технического конкурса – КПД. Идея его создания зародилась в прошлом году, реализовать же ее удалось только сейчас. Конкурс по замыслу организаторов должен популяризировать творческую сторону процессов конструирования и проектирования. Надеюсь очень, что результаты будут такими, что мы примем решение расширять практику проведения таких технических конкурсов в нашем процессе обучения и воспитания. На самом деле, вот это как раз и есть подлинное воспитание. Когда ребята узнают свои силы, когда они приходят к необходимости применять знания, полученные в процессе обучения. Организаторы решили, что для старта конкурса достаточно двух номинаций. Первая заключалась в разработке оригинальной конструкции часов. Здесь ребятам предстояло включить свою фантазию и создать действительно нечто уникальное. Итог был представлен на презентации конкурсных работ. Различные формы, а здесь можно было увидеть даже часы в виде ракеты, а также необычные способы отображения времени. Так в модели Кирилла Ретюнских вместо цифр – светодиоды. И прежде чем понять, сколько времени, в уме нужно произвести несложные подсчеты. По центру красным цветом располагаются светодиоды, которые отображают часы. То есть сейчас у нас три часа. Раз, два, три. Дальше у нас идет индикация минут. Индикация минут – это самые две крайних полукруга. Это десятки минут, то есть 10, 20, 30, 40, 50 минут. Сейчас горит 30 минут, а это единица минут от 1 до 9. Сейчас на часах три часа 30 минут. Вторая номинация была связана с 3D-моделированием. Здесь студентам с помощью 3D-принтера предлагалось сконструировать либо многофункциональный пульт, либо модель противоударного корпуса в соответствии с определенными техническими характеристиками. Представленная работа оценивала жюри, председателем которого стал проректор по научной работе и инновациям Сергей Гусев. Конкурсанты подошли очень, так сказать, творчески и с душой, и с удовольствием. То есть, как видите, проработки достаточно такие глубокие. Предусмотрели разные мелочи, разные эргономические тонкости и так далее, опыт людей, привычки и тому подобное. Ну и, естественно, по технике показали подготовленность в работе на современном программном обеспечении. Все же это моделируется на фирменных программных продуктах, сложных системах, сложных системах. Поэтому я считаю, что уровень очень высокий. Конкурсантов в этом году было немного. По словам организаторов, не всем удалось справиться с заданиями, так что до финала дошли всего 8 человек. Правда, один из конкурсантов принял участие в двух номинациях. Причем смоделировал он и пульт, и единственная из всех – модель противоударного корпуса. По его словам, все номинации в той или иной степени отображены в его учебном плане. А участие в подобных конкурсах – это прекрасная возможность получить неоценимый практический опыт. Студенты, сидя на лекции, они получают теоретические знания, но эти знания нужно уметь им применять на практике. И вот как раз-таки такие конкурсы, они дают возможность это сделать. Поэтому я считаю, что это очень важно. Это важно не в плане, то есть мне кажется, это в рамках страны важно. Потому что, вот как сказал сегодня ректор, очень грамотная мысль, что нужно переходить от микроколлективов к макро. Участники и победители конкурса получили дипломы и ценные призы. Ну а мы напомним, что конкурс был приурочен к 95-летию со дня рождения академика Владимира Уткина. Кстати, в этом году ученый совет РГРТУ выступил с ходатайством перед правительством Рязанской области и губернатором о присвоении университету имени этого великого ученого. Ирина Ковалева, Олег Парамзин, телекомпания «Город». По сложившейся традиции в преддверии 9 мая молодые специалисты завода, ученики Роснефтькласса и студенты нефтехимики ездят по домам бывших работников завода, участников войны и тружеников тыла. Передают подарки от трудового коллектива РНПК. Поздравительная открытка со стихами собственного сочинения, рисунок от младших школьников и подарки от Рязанского нефтеперерабатывающего завода. Такую ношу, безусловно, можно назвать приятной, особенно когда все это предназначено для человека, который пережил войну. Конечно, важно и необходимо помнить о ветеранах, потому что именно они защищали нашу родину в год Великой Отечественной войны. Дмитрий – ученик Роснефтькласса. Сегодня вместе с молодым специалистом завода ему предстоит поздравить труженика тыла Владимира Варагзина. Мы хотим поздравить вас от коллектива нефтеперерабатывающей компании Рязанской с наступающим Днем Победы. Желаю вам всего хорошего. У нас на заводе проходил конкурс рисунков среди детей. Это они для вас нарисовали. И подарить вам вот такую открытку. Это тоже от них. Владимир Варагзин с благодарностью принял поздравления и поделился с молодежью воспоминаниями о своей жизни. Когда началась война, ему было всего 9 лет. Воспитывали Владимира Гавриловича бабушкой с дедушкой. И назвать легким его детство, конечно же, нельзя. Голод и другие лишения военных лет мальчик познал сполна. Поэтому сегодня День Победы для него – особенный праздник, который он отмечает каждый год. Ура! Буду кричать. В балкон выйду. Ура! После войны была служба на флоте, ну а потом завод, на котором Владимир Гаврилович проработал оператором технологических установок 29 лет. В резервуары ходил. Туда на ТЭЦ ходил резервуары чистить. Все делали, все делали. Я же строитель был. Вот эту вот дорогу железную, подъезду и туда делали. На себя таскали все. Поздравлять бывших работников, участников войны и дружеников тыла, а также дарить им подарки стало для Рязанского нефтеперерабатывающего завода доброй традицией. Сегодня к этому активно привлекается молодежь, причем не только накануне памятных дат. Ирина Ковалева, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Это были все новости на данный момент. Еще больше информации вы сможете узнать на нашем официальном сайте город62.тв и в группе в соцсетях. А на этом я с вами прощаюсь. Хорошего вам дня и до встречи в эфире. Мама спит. Она устала. В пробках два часа стояла. До работы далеко, добираться нелегко. Каждый день ее я жду. Грустно мне бывает, потому что мамочки мне очень не хватает. А папа наш пришел с букетом и сказал нам по секрету. Будет времени в запас. Переезжаем в Еврокласс. Это в центре. Здесь все рядом. Всей семьей мы очень рады. Хочешь стать одним из нас? Заселяйся в Еврокласс. Строительная компания «Зеленый сад». Природа. Ближе, чем вы думаете. Коттеджный поселок Дубровка. Всего 10 минут от города. Телефон 52-53-54. Субтитры создавал DimaTorzok